Рассказывай, что мы сегодня будем готовить с тобой? Мы сегодня будем готовить маринованную тыкву с цветной капустой, немножко там будет болгарского красного перца и яблочко. Несовместимые вещи. Вкус не представляется. В итоге ты представишь вкус, более того сможешь его оценить. Почему тыква? Потому что это вроде бы осенний продукт, но он настолько солнечный. Вот это какое-то пограничие между летом и зимой, которое хочется затащить в Новый год, в зиму, благодаря цвету, благодаря витаминам, которые там присутствуют. Обычно мы налегаем на апельсины и мандарина. У нас есть свой национально-украинский такой замечательный продукт, который можно активно использовать в новогоднюю ночь. Обычно у нас ассоциируется тыква с чем-то сладким. А в данном случае мы получим маринованный продукт, не сладкий. Чуть-чуть там будет сластинка, но так просто для полноты вкуса. И что ценно, этим продуктом очень классно закусывать крепкий алкоголь. Это очень простой рецепт и очень быстрый. Мы все моем, чистим, нарезаем, закладываем это все в банки. Отдельно мы готовим маринад, заливаем маринадом и оставляем в холодильнике. Можно на несколько часов, можно на ночь. Все, продукт готов к употреблению. Что еще ценно, его можно хранить несколько дней в холодильнике, он не испортится. То есть дожить до Рождества он точно сможет после Нового года. Класс, тогда моем. Да. Тыква самая веселая. Давай перечислим ингредиенты. Давай. Перечисляй. А сколько, сколько всего? Я же не знаю, что есть. Тыквы полкило, один большой перец болгарский, одно яблоко и маленькая головешечка у нас, вот такая малышка, цветная капусточка. В принципе, тут возможны варианты. Перец, вот с ним очень аккуратно, он очень острый, поэтому его мы кладем просто минимально для вкуса. Где-то 4-5 зубчиков чеснока. Здесь у нас горошек, имбирь. Имбирь и перец горошком, гвоздика, кардамон, павровый лист. В принципе, играться со специями можно как угодно. То, что любит. Что мы первым делом режем? Давай, ты справишься с чисткой тыквы? Кожу очистить. Снимаешь кожу и по возможности мы нарезаем ее одинаковыми кубиками, где-то 2 на 2. Я тогда примусь за цветную капусту. Ты бы видел, как я режу лук кубиками? Режешь как угодно, главное, чтобы потом у тебя получились кубики 2 на 2, Саша. И это мы все будем просто сырынь закладывать в банки? Нет, капусту нам придется побланшировать. Сильно? Давай бестрал. Он такой острый. Да, так я же... Мы же с тобой об этом проговорили изначально. Скажи, как ты придумала этот рецепт или нашла его? Однажды я зашла в гости к коллеге. Она меня угостила коньяком и выставила такую закуску. Я сначала не могла понять, что это. Но по цвету я понимала, что это, скорее всего, тыква. Но вот в голове у меня было клише, что тыква должна быть обязательно сладкой. Я попробовала. Мне очень понравилось. Сюда можно добавлять грибы, шампиньоны. Рекомендую меленькие, маленькие малышей туда класть. Сюда можно не добавлять яблоко, кто не любит, допустим, не признает таких вкусов. Но вообще, на самом деле, если человек не признает сладкое с кислым и соленым, то это не его рецепт. Есть такие люди. Он будет такой кисло-сладкий соль. Да. Два на два, да? Математика. Саша, вспоминаем школу. Нет, надо поменьше. Я бы вот так. Ага, понял. Можно даже еще чуть-чуть меньше, если у тебя выйдет. Все люди любят тыкву. Она как специфическая, да, такая вот? Или тебе всегда она была нормальной? Я не скажу, что всегда. Я почему-то в детстве не нравилась, а вот с возрастом. Старик Александр. А вот потом уже, как бы, я по-другому на нее взглянул. Есть такое, что ты следишь за тем, что ты ешь? Да. Я же работаю на телевидении. Не, ну да, не в смысле внешности, а в смысле вообще, как ты к этому относишься. Здоровое там питание, здоровое. Я стараюсь не есть жирной пищи. Очень много ем овощей. Меньше ем фруктов. Ну, опять же таки, с точки зрения калорийности, фрукты достаточно калорийный продукт. Я пью напитки без сахара. Очень-очень редко могу себе позволить какую-нибудь Кока-Кола, но тогда я беру нулевку. То есть она шуга-фри. Вроде сладенькая, но не сладенькая. Как ты относишься, что на праздники можно там себе отпустить вот это вот? И люди там прям наедаются. Обязательно, обязательно сюда надо отпускать. Вообще есть такая установка во многих системах питания. Может быть, вы и не наедитесь, но вы должны своему организму четко дать сигнал. Я покормлю тебя только, я покормлю тебя в любой момент, когда ты захочешь есть. Организм должен понимать и осознавать, что он не будет голодать, если ему понадобятся дополнительные калории. Вот смотри, примерно это будет выглядеть так. Мы уже можем даже какое-то количество закидывать. Мне вот это блюдо, эта закуска очень нравится, потому что она яркая. Вот то, чего не хватает зимой. Вот это все, кроме цветной капусты, мы сейчас ее будем бланшировать. Знаешь, что такое бланшировка? Немножко подлезь. Ну-ка, расскажи. В кипяток. Тогда я ставлю в воду. Да. Ставь в воду. Голодные операторы, бедные. Хотите хотя бы немножко? Да. Перчика. Вкусный, да? Тыква должна пожениться или с яблоком, или с перчиком болгарским. А-а-а, вкусненько. Вообще капусте достаточно одну минуту побыть в кипятке. Ты спрашиваешься потом слить просто воду? Да. Хорошо. Ты будешь только главный по капусте сегодня. И нужно почистить 4-5 зубчиков чеснока. Я не умею. Яблоко порежем в самом конце, дабы оно у нас не окислилось. Мы его отправим вместе со всеми овощами, сырыми, вот кроме капусты. Насчет перца я очень переживаю, если честно, чтобы это не было слишком. Кончик самый безопасный. Там меньше жжется. А вот здесь уже больше. Чем ближе к семечкам, тем оно верчее. Откуда такие познания? Признавайся. Я даже не знаю. После того, как мы закончим с чесноком, мы будем готовы к тому, чтобы сделать маринад. На самом деле это самая ответственная часть. Давай заложим все в маринад. Так, давай я порежу чеснок, а ты сливай воду с капустой. Давай. Имбирь почистили и порезали достаточно крупными кусками. Скорее всего, что его есть не будут. Но есть... Я, например, люблю маринованный имбирь. Это же как к суши подается. Правда, он подается пластинами. А тут можно кусочками. И он тоже замаринуется. И, в общем-то, будет приближен по вкусу к тому самому, который подают с суши. При этом он отдаст свой аромат. Мы его можем либо сырым положить в баночки, либо можем его проварить буквально ту же минуту-полторы с маринадом. Тут возможны варианты. Можем даже попробовать в одну баночку сырой положить, а, допустим, да, в две другие с маринадом. Наша задача сделать это ярко. Максимально. То есть мы наполняем оранжевым, красным. Чуть-чуть у нас будет имбирь, да, такой желтоватый. Чуть-чуть этого зеленого перчика. И все, погнали. Мне очень нравится, как это выглядит. Еще у нас яблочко. В общем, мы с тобой сегодня женим тыкву, болгарский перец. Угу. Бери. И яблоко. Утройничок. Прекрасно. Супер. Саш, ты реально художник. Значит, нам нужно пол-литра воды от 70 до 100 мл уксуса. Это зависит от того, как человек любит. Если любит покислее, можно больше. Две столовые ложки масла. У нас оливковое. И специи у нас все для этого есть. Провариваем маринад 2-3 минуты на медленном огне. То есть доводим воду до кипения. Все это туда закидываем. Уменьшаем нагрев до минимального. Да. 3 минуты. Все готово, да? И можем заливать. Класс. Да. И оставляем потом эти баночки на несколько часов, дабы все как-то поженилось. Договорились. Так, Саш, глаз-алмаз. Где-то пол-литра тут есть или больше? Я думаю, что можно чуть-чуть еще добавить. У нас получилось как бы три порции, да? Да. И плюс еще осталось лоханить. Итак, маринад. Маринад. Еще раз. Пол-литра кипятка. Мы его вскипятим. Вот прям кипел сейчас. Да. Добавляем туда штучек-пять гвоздичек, штучек-пять лавровых листиков. Давай я гвоздику, ты лавровый листик. Две столовые ложки соли и две чайные ложки сахара. Я за сахаром, ты за сахаром. Хорошо. 100 миллилитров уксуса, оливковое масло, две столовые ложки. Так, все. Теперь я думаю, что мы можем заливать. Уже заливаем? Да. Ты это сделаешь? Давай по очереди. Нет, давай или... Я. Давай я. Хочешь? Нет. Лучше ты. Я вот это солью. Вот так. Теперь это надо остудить и потом закрыть. У нас здесь крышечки прекрасные, нарядные. Ну, попробуй. И поставить в холодильник. Так, получилась такая очень быстрая, легкая закуска, да? Можно прям прям вообще не заморачиваться. Главное, что пробовать на вкус маринад. Да. И подстраивать его под свои вкусовые ощущения. Я хочу пожелать много солнечных дней. И солнца внутри, в сознании, в сердце. Чтобы ночью были прекрасными, но даже ночью хотелось, чтобы наступило солнечное утро. Чтобы мы просыпались утром с надеждой и обязательно с улыбкой. Нам остается только попробовать вот это все вкусное, что мы приготовили. Субтитры сделал DimaTorzok